Добрый день, уважаемые коллеги! Последнее время, скажем, с тех времен, когда библиотеки, университеты начали подписываться на лукометрические базы данных, на Мурсайенс, Кокус, редакции журналов, особенно университетских журналов, все больше и больше начали доверять библиотекам, как экспертам, как специалистам, доверять работу по продвижению журналов в разные базы данных и по помощи в подготовке журнала на то, чтобы он соответствовал международным критериям. У нас в университете есть пять журналов. Самый старый из них – это известие в высших учебных заведениях серии энергетика, которая сдается с 1958 года. Ну и вот эти пять журналов. Один из них самый новый – «Системный анализ и прикладная информатика» 2012 год. Два года назад у нас состоялся совет университета, и одним из решений этого совета был план мероприятий по улучшению качества наших журналов. Прежде всего, это создание сайтов журнала, перевод наших журналов в open access, соответствие журналов международным требованиям, вернее, требованиям международных баз данных, увеличение читателей, круга читателей, увеличение круга авторов и интеграция журналов в международное информационное научное пространство. Ответственные по этому вопросу были библиотека и научные исследовательные части университета – это подразделение, которое занимается наукой. В этот же момент, два года назад, мы начали сотрудничество с Ассоциацией научных редакторов и издателей. На самом деле, она появилась как ассоциация только в прошлом году, но костяк этих людей был, и эти люди помогали нам делать экспертизу журналов и помогли нам сделать такую дорожную карту, по которой мы должны идти. Что нужно изменить в журнале, чтобы соответствовать статусу международного журнала. Ну, вот вы видите, прежде всего, это состав, изменение состава реколики, потому что, не знаю, как у вас, у нас есть журналы, где, ну, грубо говоря, там «Мертвые души», там включают, там, академиков, член-коров, которые знать не знают, что они в этом журнале. Вот поэтому мы очень четко и, как это, ответственно отнеслись к этому и проверили всех членов редакторов по ОСКОП, по Web of Science, кого-то мы убрали, кого-то мы добавили. Ну, это, то есть, реколюбия получилась, на самом деле, живая, и там нет лишних людей, и все люди, которые там есть, это действительно специалисты в своем деле, как из Беларуси, так и стран зарубежных. Значит, следующие замечания у нас были по оформлению статей, расширенный реферат, ключевые слова на русском, на английском языке, полное описание, полное название аффиляции, включая адрес почтовый, ну, e-mail и почтовый адрес, регистрация DOI и указание того в журнала. Значит, опять же, в 2014 году мы запустили свой проект, который назвали, там, журналы BN2. Мы использовали Open Journal Systems, который, скажем, подсмотрели это у вас, у украинских коллег, когда вы тоже, по-моему, национальная библиотека у вас, да, запустила этот проект. То есть мы тоже начали с этого, поставили Open Journal Systems и начали вводить туда наши все журналы. Но не очень нам это все понравилось. Прежде всего, все было коряво, то есть контент журналов мы улучшили, но и отображение сайта получилось у нас не очень красивое, и не было специалистов, который бы в этом разбирался, поэтому это нас не устраивало. Кроме этого, все знают вот эти проблемы Open Journal Systems, кто работает, это в базовой версии можно указывать автора только на одном языке. Нету функции двойных, вернее, списка литературных языков, когда сейчас все, скажем, журналы стремятся к тому, чтобы у них было два списка литературы, один как бы по ГОСТу, второй в транслите, либо в другой системе библиографии, там, American Psychological Association, или Гавард, или Modern Language Association, там очень много их. Значит, многие длинные URL были у нас, потому что журнал назывался journals.bmdo.by.slash.index.php, там, slash.energetica. Ну, не нравилось нам это все, поэтому с 2015 года в сотрудничестве с консорциумом Naikon мы запустили свою платформу, которая называется eJournal.by. И все наши пять журналов университета мы перевели на эту платформу. Вот так вот выглядят сайты журналов нашего университета сегодня. Мы видим, тут скажем, это не Open Journal System, это использование, в том числе, кода Open Journal System. Это своя разработка консорциума Naikon. Первый журнал, второй. В принципе, шаблоны здесь везде одинаковые. Понятно, что контент везде разный. Вот наши пять журналов. Так вот выглядят архивы журналов. Вот за тот год, который мы были на старой платформе, мы как раз-таки успели загрузить полные архивы наших пяти журналов. И когда переезжали на новую платформу, мы сделали экспорт. Это делалось нажатием двух кнопок, но потом мы добавляли англоязычных авторов, англоязычные списки литературы. Ну, скажем, делали редакцию. Вот так вот выглядит оглавление выпуска. Обратите внимание, что вот с марта мы подписали договор с PILA, и наши журналы получили идентификатор DOE и индексируется в CrossRev. Импорт в CrossRev с этой платформы выполняется одним кликом. Клик, и в этот же момент вы становитесь в очередь на регистрацию DOE в CrossRev. Так вот выглядит сама страничка с описанием статьи. Вы видите, вверху идет описание, ссылка на PDF-файл, аннотация, информация об авторе, список литературы, ключевые слова. И там ниже идет еще информация для аксессирования. Как вы видите, это двуязычное, то есть и на русском, и на английском языке. И вот обратите внимание, там был автор на русском языке. Если мы переключаемся на английский интерфейс, автор уже идет на английском языке. И, соответственно, список литературы тоже идет на английском языке. Ну, вот так вот выглядит наш файл со статьей. Ее можно или смотреть в этом окошке, либо открыть ее в PDF. Кроме этого, мы запустили мобильные приложения для наших журналов. Они доступны как на Android, так и на iOS. И самое главное, как я показал вначале, одна из задач было... Ну, две задачи было. Это интеграция международного информационного пространства и увеличение количества читателей. Мы эти задачи выполнили. Так, ну, сегодня все наши пять журналов индексируются в 2H. Буквально, наверное, три месяца назад мы туда попали. И вот тут у кого-то был вопрос. Срок, да? Срок рассмотрения заявки. Я вам скажу, по нашему опыту, это от двух дней до шести месяцев. Скажем, вот последний у нас журнал за два дня включили. Какой-то могут шесть месяцев ждать. Ну, это связано с тем, что у них там большая очередь сейчас на перепроверку старых журналов. Так, мы индексируемся в e-Library, в 2H, Google Scorer, Кибер-Ленинг. Какие-то из этих возданных просят подписать договоры. Например, Кибер-Ленинг, e-Library, LINE, CrossRef. Это все идет по договорам. 2H не просит никакого договора. И опять же, экспорт метаданных в 2H также идет через одну кнопку. Вы нажимаете в интервейсе одну кнопку, выгружаете XML файл, дальше загружаете его в 2H. В связи с тем, что наш журнал попал в 2H, соответственно, он индексируется и в App Store Discovery Service, или System, EDS, Summary. Это системы Discovery, которые индексируют все, что есть в 2H. Соответственно, наши журналы тоже там есть. И вот внизу вот эти баннеры, вы видите, там Open Door, Open Air, Base, WorkCat. Это, то есть, данные попадают туда не из сайта, не с сайта журнала, а через репозиторию. У нас наша статья, кроме сайта, размечается еще в репозитории университета. И уже все записи репозитория индексируются и в Open Air, и Base, и WorkCat. Также 2 года назад мы подписали договор с EBSCO на включение наших 5 журналов. И вот буквально совсем недавно я получил новость, что в сентябре этого года EBSCO запускает 5 новых баз данных, там Ultimate называется, и там уже будут включены наши журналы, которые мы вот 2 года уже поставляем. То есть, на сегодняшний день они, скажем, фактически не индексируются, но EBSCO с ними работают. Ну и сегодня уже про эту базу данных речь шла, буквально тоже месяц или 2 назад. Наши 2 журнала из 5 попали в базу данных Emerging Source Solution Index на платформе Web of Science. Прошу заметить, что эта база данных входит именно в Web of Science Core Collection. Например, есть российский индекс научного цитирования на платформе Web of Science, есть китайский индекс цитирования, есть там корейский, что-то там латиноамериканский, да? Вот эти базы данных, они находятся на платформе, но они не входят в Web of Science Core Collection. В эту базу данных входит именно в Core Collection входит те самые-самые главные базы данных Science Solution Index Expanded, Arts and Humanities и Social Science. То есть, вот эта база данных, новая Emerging Sources, она также включена в Core Collection. Единственное, что для этих журналов не присваивается импорт-фактор. Ну вот, мы видим 82 статьи, которые проиндексированы в одном из журналов. Это статьи 2015 и 2016 года. И, насколько мне известно, Томсен Ройтер сейчас загружает еще данные, поэтому по одному журналу данные уже есть, по второму нам, по крайней мере, говорили, что он точно включен. Но сами статьи будут доступны в течение второго квартала. Ну, большое количество журналов. Дальше. Ну и по задачам нашей по увеличению количества читателей. Вот на нашей платформе интегрирована статистика Counter, в формате Counter. Библиотекарь понимает, что это. И мы видим, что за 9 месяцев наш журнал «Наука и техника» было скачено 10 900 статей. Это очень много. Причем там порядка 60 стран. На первом месте это Россия, Белоруссия, там Украина, Молдава, Молдавия, Казахи. Ну, 60 стран, там и Америка, и Япония, и Кита есть. Вот, поэтому статистику мы отслеживаем и продвигаем наши журналы во всевозможные базы данных. И как правильно отметил Сергей Назаровец, что мы не работаем с всякими вот этими там индекс Коперникус, там есть всякие J-факторы, какие-то там индийские импакт-факторы. Вот эти вот мусорные сборки журналов, мусорные каталоги, вот мы с этим не работаем и принципиально не регистрируем наши журналы вот в этих базах данных. А они сейчас растут как грибы. По-моему, в России тоже совсем недавно появился какой-то еще один импакт-фактор. Там какие-то журналы, да? То есть будьте аккуратны с этим, потому что это престиж вашего журнала. Дальнейшее развитие – это привлечение авторов, ведущих в своих областях, и ретензентов, потому что мы понимаем, что ретензирование – это основа научного журнала. Если у вас действительно качественное двойное сплошное ретензирование, то качество журналов, качество научных статей будет расти. Многие журналы говорят, да, у нас double-blind перевью, а на самом деле начинаешь работать с этим журналом, приносит статью и приносит прямо ретензию. Вот и двойное сплошное ретензирование слепое. Поэтому мы стараемся, по крайней мере, в наших журналах, чтобы это действительно соответствовало правде. Значит, дальше мы планируем осенью этого года подать заявки в WebUrScience на два или три наших журнала, и также подать заявки на рассмотрение в Скопус. И вот весной этого года мы… Я не знаю, как сейчас украинские журналы работают с РИНС, но наши журналы там представлены, и сейчас мы работаем над тем, чтобы у нас был экспорт в РИНС нажатием одной кнопки, ну, как в Дуэйч, как в другие базы. Пользуясь случаем, я хотел бы пригласить вас всех на конференцию в Москву, которая будет проходить с 17 до 20 мая. Это, наверное, единственная специализированная конференция по научным журналам, научные издания международного уровня. решения проблем издательской этики, лицензирования и подготовки публикаций. Хочу отметить, что уже согласились участвовать, вернее, подтвердили свое участие в этой конференции Ольга Кириллова, Джеффри Билл, про который вот Сергей только что говорил, Соня Брэйч, это один из редакторов главных медалей, там, сам главного редактора Дуэйки, и многие другие наши коллеги. Спасибо за внимание, и я хотел бы еще предложить, вот Ирина выступала, не вижу, а, вот Ирина, да, вот вы говорили про журналы, про ваш каталог, я не знаю, как это назвать у вас, да, про вашу вот эту систему, которая у вас есть. Мы готовы, как бы, обсуждать с вами то, чтобы вот эта наша платформа, Е-Джурнал Бай, мы готовы ее предоставлять, конечно же, за деньги, но предоставлять возможность украинским журналам также использовать эту платформу и, как бы, создавать сайты, которые бы соответствовали, там, всем международным критериям. У меня на этом все. Спасибо.